вчера аксенов официально открыл ласточкино гнездо после реконструкции сегодня мы здесь в гаспре идем смотреть ласточкино гнездо но по пути я уже слышу возмущение людей которые идут обратно они прямо там всех обзывают потому что говорят что ласточкино гнездо еще закрыта сейчас пойдем и посмотрим ну что я уже вижу ласточкино гнездо вон она красуется на скале и давайте идти прям к нему вот такая дорога такие ступенечки прям автобус высаживается на 100 высаживает вас на остановке и сразу спускайтесь по вот таким ступенькам класс очкиному гнезду я здесь если что впервые раньше здесь еще и не был и сейчас все буду вам показывать но выглядит конечно прикольно замок сам этот выполнен в котическом стиле смотрите в море стоит шикарная скала похожая на пару вот она выглядит очень интересно но мы идем ласточкино гнездо сейчас посмотрим как там провели реконструкцию что там сделали сколько то интересно вход стоит кстати после ялтинского землетрясения в 1972 году там скале пошла трещина и этот дом был поэтому на реконструкцию он висел практически на скале есть еще старые фотки в интернете когда здесь стоял деревянный домик я их тоже прикрепил посмотрите когда-то там даже был ресторан вот столько сегодня мы идем туда сейчас это самый узнаваемый символ крыма его даже печатают на купюрах вот такая дорога здесь фото живодеры с голубями не фотографируйтесь у них потому что я не поддерживаю это ну все друзья выходим вот такое на ласточкино гнездо конечно размер его не небольшой вам скажу закрыта сейчас мы никак не прийти вот так друзья приехали у крыма проехали а тут закрыта делать все сами все слышали вчера открыли сегодня уже закрыли поэтому мы туда с вами не доберемся вот так печально у нас все в крыму аксёна вчера открывал здесь перерезали красной ленточки я сегодня уже дворец наш новый ласточками за закрыт к сожалению благо у нас есть квадрокоптер столько каких-то элитных дач или строение надеюсь нам его не собьют но мы постараемся запустить его вот так друзья счет фото живодеры с обезьянками не фоткайтесь у них я против этого и вы тоже говорите что это михаленка мы против таких фотографий и встречают нас вот такие ворота закрыты ну да вот окончание 31 написано вчера людей же пускали сюда вы знаете скорее выпуска ли причем по репортажу вот кто попал тому повезло для храна из этой серии то что будет выставочный зал кафе ресторанов там уже не более не будет на выставки наверно тоже не попраздных вот такой да и смотрели на ласточку сверху да а где там пройти можно а вот вы пройдете вот где-то вот здесь я помню мы причем такие вот это да фото зоны красивые это тоже не закрыли здесь походит тоже не пройти нигде ну что друзья сами все видели сами все слышно сегодня 26 ноября ласточкино гнездо по прежнему закрыты нам сказали что ребятки идите нахрен откроется она и ровно через где-то месяц поэтому те кто запланировал сюда ехать посмотреть на этот прекрасный замок отлаживайте свою поездочку на месяц приезжайте сюда 31 декабря это в лучшем случае он откроется 31 а там еще может затянуться реконструкция которая еще проводится там в залах по ходу вот такие печальные новости нам к сожалению попасть на территорию его внутрь этого ласточкиного гнезда не удалось сейчас попытаюсь запустить квадрокоптер конечно друзья здесь страшно запускать потому что рядом дорогущие самые такие пансионаты какие-то базы дачи чьи это неизвестно но попробую рискнуть запустить надеюсь что не оштрафуют и я вам хоть немножко покажу это ласточкино гнездо с высоты птичьего полета еще хочешь летать до скалы этой до скалы парус она выглядит просто супер красиво отсюда пробую снять тоже поближе научишь такая погодка сейчас вот-вот пойдет дождь надо успеть запустить квадрик ладно вот такое получилось видео теперь вы знаете точную информацию ласточкино гнездо еще не открыто откроется через месяц поэтому все сюда не приезжайте и Субтитры создавал DimaTorzok 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 И уже нормально здесь вокруг всего пролетаем Но друзья, теперь вы знаете достоверную информацию, что до 31 декабря Ласточкино гнездо будет еще закрыто Поэтому не тратьте свое время, денежки на сюда на поездку Я тут проехал, я сюда приехал и потратил день зря, получается Вот такие дела, но все равно поддерживайте видеоролик, ставьте ему лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, потому что самые правдивые новости вот здесь на канале, не то что там по телеку показывают, что уже ласточкино гнездо открыто, весь Крым сюда сюда приехал смотреть, потом подниматься тут тяжело по лестнице, все тут возмущаются, что по новостям одно, а вживую совсем другое, вот так вот. Сегодня у нас такая пасмурная погодка, время чтобы пройтись по Воронцовскому парку, мы сейчас находимся в Алубке, покажу вам, что здесь творится в такое время, на улице, кстати, не холодно, ветра нет, погодка замечательная, поэтому давайте отправляться в наше путешествие, погнали! Начинаем свое путешествие до Воронцовского дворца, вот с такого парка Посмотрите, друзья, какая здесь природа, здесь можно гулять, ходить, наслаждаться, не как летом, когда здесь толпы туристов, а вот сейчас, когда здесь никого нет, вот эти большие деревья, это каштаны, называется каштановая роща, первый раз вижу такие гигантские деревья каштанов, посмотрите, какие они, и здесь стоят такие вековые сосны, Конечно, природа потрясающая, в Крыму, смотрите, в горах, вон там туманчик, по газонам не ходить, а мы не будем ходить, сейчас зайдем до озер, где должны плавать лебеди, помните, настоя там тогда охрана словила, когда был, когда была самоизоляция, мы проникли в этот парк, и нас там словили, старые люди, которые давно-давно подписаны, думаю, вспомнят это Друзья, какой здесь воздух, посмотрите на эту красоту, посмотрите на эти кроны деревьев, они просто потрясающие, вот люблю такую погоду, когда можно так свободно прогуляться, здесь, в этой части Крыма, еще настоящая осень, только вот начинает, смотрите, желтые листочки на деревьях, ну все, уже приближаемся к этим озерам, здесь растет, наверное, мое самое любимое дерево, это секвойя, вот она, посмотрите, красавица, красота, конечно, это дерево платан, у них тоже больших размеров, тут все деревья гигантские, не знаю, поскольку они тут сотням лет, вот сравнить, если сравнивать с человеком, какое дерево, понимаете размеры, так, пойдемте к озеру, здесь там еще остались лебеди, вот тоже интересно дерево, раукария чилийская, посмотрите, необычная, какая же здесь природа, просто слов нету, обязательно приезжайте, вот осенью, чтобы побродить здесь, когда будет немного, да, лебеди есть, ура, вот они наши лебеди, вся мы их снимем, вот такое здесь озеро, вот лебедь уже к нам, давай, помнишь меня, на камеру нападал, вот такие красавцы лебеди здесь, уточки плавают, вода в пруду чистая, красота, смотрите, вон еще один лебедь, ей по центру фонтанчик, кстати, есть, их подкармливают, видите, лебеди нужно кормить, какими-то овощальными, то огурцами кормят, ни в коем случае не знаю, кормить хлебными какими-то изделиями, потому что и желудок это не переваривает, друзья, до сути, а вы нас смотрите тоже, да, спасибо, так встретились, мы с вами изучили, а вы сами откуда, в Тюмени, в Тюмени, понятно, как вам тут в Крыму? Вот так вот, сентября здесь болтается, понятно, спасибо за канал, за хороший, вам пасе, что смотрите, я говорю, правильно, муж говорит, за счет вас только выучили, его искренне, ладно, спасибо, давайте хорошего вам отдыха, побольше и хороших, спасибо, вот так, друзья, мои зрители тут узнают из Тюмени, молодцы, видите, купили огурцов, нарезали и кормят их лебедям, смотри, какая вода здесь, изумрудного цвета, чистая, самое главное, походу фильтрация какую-то проходит, на деревень не заглазить, да, друзья, конечно, парк здесь очень крутой, видите, люди с детьми гуляют, а что еще нужно детям? Вот так вот, кстати, берите еду для уточек, друзья, ну здесь прям супер красиво, так тихо, спокойно, такая атмосферка, вода какая-то необычного цвета, бирюзовая, прям, не знаю, камера передаться мать или нет, невероятно, вот так можно встретить здесь, в парке Белку, так не уходить, сделай нам контент, вот, друзья, Белочка, иди сюда, вот смотрите, да, вот это крутой кадр был, вот так, друзья, здесь по парку встречаются еще и животные, так она спустилась куда-то, не пугайся только, ух ты, ну, на нас отзалить, она привет подписчикам передает, вот мы и вышли к Воронцовскому дворцу, посмотрите, какой он шикарный, здесь, конечно же, людей побольше, сейчас ведутся экскурсии, во внутрь уже, кстати, пускают, возможно, тоже с вами, если успеем по времени, посетим, посмотрите, как красиво все, вот такая, друзья, здесь красота, конечно, не похож ни на один из дворцов, которые я видел в Крыму, вот такой свой собственный стиль, посмотри, как выглядит, мне этот, кстати, больше всех нравится Воронцовский дворец, очень красивый, и вот такие ворота, давайте сейчас туда спустимся, пройдемся по парку, по красивому, по ухоженному и зайдем, скорее всего, вовнутрь, посмотрим, что она точно спустят без экскурсии туда, третий, какая красота, как выстрижены все кустики, все ровно, все ухожено, все красиво, вот именно сейчас, в такое время, нужно ехать в Крым, чтобы посетить вот такие все дворцы, походить по таким экскурсиям, друзья, вы получите больше удовольствия, чем летом, поверьте мне, потому что сейчас погодка такая крутая, все зелено, вот здесь какой-то у нас фонтан находится, 1829 года, давайте сейчас мы пойдем к замку, и выйдем в эту сторону, потому что там красиво, очень парк, насколько я знаю, должен быть, но это дворец мой любимый в Крыму, очень, конечно, красиво здесь и погулять вот так, прикольно, я сюда хочу еще приехать зимой, надеюсь, он зимой тоже будет работать, и походить здесь зимой, это же, скорее всего, будет январь, либо февраль, февраль, так, давайте зайдем вовнутрь, не знаю, можно заходить, потому что здесь людей нет, но мы пройдемся, ворота открыты, чувствую себя в каком-то средневековье, там, тадам, так, а почему сюда никто не заходит, возможно, там нет прохода, но вот такие стены, конечно, укрепительные, что-то невероятное, да, друзья, вот, вот это крымская, действительно, красота, которая сохранилась до наших дней, побродить вот так по двору замка, это очень, конечно, круто, так, куда мы выйдем, там есть же проход, я думаю, представляете, сколько сил было нужно, чтобы построить такой замок, сколько камней, на такую высоту их поднимать, да, там есть проходик, здесь вот такой мост у нас, и когда-то здесь, в этом дворце, жили люди, вот так, видите, наверху, какая башенка, красивая, ну, все, мы отсюда пришли, сюда, мы выходим, давайте вокруг тогда пройдемся, на ту сторону выйдем, да, мы отсюда заходили, вот, друзья, смотрите, конечно, здесь красота, там еще тоже линфонтанчик какой-то находится, ну, ладно, давайте время уже, мы опаздываем на автобус, там еще нужно сюда уехать, вот, ну, все, идемте, я нашел, вроде бы, дорогу, к тому месту, которое я хотел вам показать, ну, с этой стороны просто, Воронцовский дворец, территория, конечно, здесь супер ухоженная, смотрите сами, все чисто, все построено, листик нигде не валяется, красота просто, я сюда обязательно еще вернусь, ближе, наверное, к зиме, чтобы снять полноценный видеоролик отсюда, с утречка приедем, потому что сегодня, сегодня запланированная поездка в это место, я вообще сегодня планировал ехать, но вот так получилось у нас, что мы оказались здесь, как будто в каком-то фильме идем, здесь выстрижены деревья, смотрится так необычно, так, где-то было, такой бассейн с рыбками, сейчас найдем, покажу вам, вот, смотрите, как здесь все выстрижено, просто нереально, очень красиво все сделали, молодцы, вот, под этим деревом, с этой стороны, находится бассейн, в котором живет очень много рыб, насколько я понял, сейчас посмотрим, там ли это или нет, но пока еще немножко вам, покажу, этой красоты, вживую, конечно, это совсем другая картинка, но, хоть немножко вам я постараюсь передать, природа здесь невероятная, молодцы, что-то ухаживают, о нет, друзья, походу, походу, наш фонтан закрыт, нашел, он находится прямо возле входа, вот вход, и вот этот, можно сказать, такой бассейн, где помню было много рыб, сейчас их что-то много не вижу, но, а нет, вон они все, ух ты, красота какая, смотрите, просто красный хорошо выделяется, а вот темных здесь просто кишит, как бы их позвать к себе, чтобы они прибыли, поближе к нам, друзья, дать на ту сторону подойдем, вон здоровенная плывет внизу белые, смотрите, давай, здесь их просто сотни, смотри, какая стая плавает, так, наше птень какая-то падала, чтобы это все увидеть, давайте обойдем немного, вот они сюда плывут, нет, отсюда вообще ничего не видно, что сам тут зеркаливает, ладно, красных покажу, хотя бы, они сюда плывут, так я их спугнул, рыбки, не уплывайте, в общем, такое место шикарное, сейчас давайте медленно подходить, смотрите, как это плавает, давайте, не бойтесь, вот вообще, какая-то золотая рыбка, она гигантская, гигантская, видите, где там черная рыбка еще плавает, плавает, да, ай, плыви к нам, нет, не хотят плыть, ну, что, друзья, вот такой получился видеоролик, надеюсь, он вам понравился я сюда обязательно еще вернусь чтобы снять его полноценно с истории с какой-нибудь расскажу вам вычитай все интересное в общем подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые видеоролики с вами был я александр михаленко уже завтра встретимся с вами в новом видео всем пока